700 миллиардов тенге ежегодно выделяет государство на строительство дорог, но их качество по-прежнему оставляет желать лучшего. Основная причина – неэффективное использование средств и коррупционная составляющая, считают эксперты. В Национальном центре качества дорожных активов знают, как решать проблему. Бахтиер Арынгазин продолжит тему. Свыше 640 километров дорог сдали в эксплуатацию по итогам прошлого года. Это не считая 24 проектов, за счет которых отремонтировали или реконструировали дороги общей протяженностью 4400 километров. А чтобы контролировать качество дорог, решением правительства был создан Национальный центр качества дорожных активов. С мая 2019 года специалисты протестировали дорожные покрытия страны почти 13 тысяч раз. Из них, как выяснилось, больше 5 тысяч не соответствуют стандарту. Только в 2019-м, если мы посчитаем стоимость материалов, использованных повторно, приблизительно сумма варьируется от 5 миллионов до 600. Некоторые материалы можно использовать с дополнительными усиливающими добавками. Созданный недавно центр помимо контроля качества дорог намерен бороться и с коррупцией. Специально для этих целей и был запущен проектный офис «Качественная дорога. Открытая площадка». Мы протестировали дороги, построенные в 2016-м и 2017-м годах. Без всяких лабораторных исследований на глаз можно увидеть, что они разбиты. Есть такое ощущение, что эти дороги и вовсе не строили с нуля. Хотя по договору на вновь проложенные дороги действует гарантия. Три года. Все дороги республики как вновь построенные, так и прошедшие ремонт внесут в единую цифровую систему, где можно будет посмотреть, когда и кем они были построены или отремонтированы. Пилотный проект уже запустили в Павлодарской области. Мы планируем активно привлекать в работу цифровые технологии. В том числе это поможет нам эффективно бороться с коррупцией. В ближайшие три года, объехав все дороги, мы хотим выложить на сайте информацию о том, кто из подрядчиков работал на том или ином участке или объекте. Какие дефекты появились? На сегодняшний день почти 20% дорог республиканского значения и 30% региональных находятся в плохом состоянии. В рейтинге Всемирного экономического форума по качеству дорог Казахстан занимает 93 место. Ну а возглавляет тройку лидеров Сингапур, Нидерланды и Швейцария. Бахтиар Ингазин, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24.